Научите их умирать Научите их умирать Как этнографический момент русской культуры Несомненно, такой вариант возможен Алексей, когда мы с тобой переписывались Ты употребил два слова Это шарлатанство и мракобесие Почему? Мракобесие и джаст Ну потому что, опять же, читая Что это основывается на каких-то православных канонах И саундтрек-клипу «Ярила наш бог» Несколько меня смутило То есть ты считаешь, что язычное православие Не совсем, да, сочеталось? Ну я не очень И советская военная разведка Не очень сведущий в теологии Для меня это интересно с точки зрения Какого-то культурно-этнографического феномена Все, мракобесие уже говорить нельзя Уже занято Я не могу к этому относиться К какому-то определенному виду боевых искусств Мне кажется, что, наверное, это скорее желание Как-то объединить, платить русский народ Мы русские, мы русские, мы русские Мы все равно поднимемся с колен Как о боевом искусстве я не могу ничего тут сказать Ну, собственно, я ни об одном боевом искусстве Ничего не могу сказать, поэтому Мне кажется, что мои коллеги изначально уже Не объективны Так нельзя Я прихожу с открытым сердцем С открытым умом Привет, друзья! Вы смотрите «Канабовые ботаники» И сегодня у нас первый выпуск про русский рукопашный бой Мы пришли в гости к Андрею Вадимовичу Грунтовскому Продолжателю системы «Скабаря» Я понимаю, не автору, да? Продолжателю Здравствуйте! Ну, это, знаете, скорее журналисты создали такую тему Что есть система «Скабарь» Значит, я продолжаю то, что преподавал мой отец Кстати, вот много про него легенд всяких Он на самом деле жив, здоров, хотя очень преклонных лет «Скабарь» — это название, которое придумали скорее? Ну, не то, что придумали Просто вот такой наигрыш на музыкальных инструментах На гуслях, на балайках, на гармошках И пляск сама, боевая Перед боем обычно плясали такое обрядовое действие древнее Оно называлось на северо-западе «Скабарем» Не только на Псковщине, довольно широкий реал такой И мы это пропагандировали Поскольку мы занимались сразу несколькими пластами Один пласт — это то, что вот отец принес из армейской разведки Он когда-то проходил еще в сталинские времена Подготовку служил там Это там довольно такая работа методическая Но было интересно работать с фольклорным движением Одним из зачинателей России, которых я тоже являюсь И там требовалось не только проведение каких-то турниров, соревнований Или практических семинаров в спецподразделениях Это само собой происходило Параллельная работа Она всегда не афишируется, не разглашается, не рекламируется Но были движения, фольклорные фестивали Представления на улице Поэтому возникла форма внешняя Инструменты, фольклорный коллектив Рубашки, сапоги Так вот, кстати, сразу вопрос Вот все-таки русский рукопашный бой Русский кулачный бой Это фольклорный коллектив Или это все-таки боевое искусство? Это существует в нескольких областях И надо заметить, что мы с отцом этот термин в общем-то и ввели Потому что когда он служил В то время такого словосочетания не было Просто говорили рукопашка или рукопашный бой Со временем, когда стали появляться разные стили На моих глазах в 70-х годах Появилось сначала карате Потом прочее, значит, единоборство В смысле, в СССР появились? Да, в СССР, да, еще Это я наблюдал процесс, как он происходил Иногда даже вот с кем-то общался Вот видел, как возникло, например, тейквонду Из нашего уличного карата Потом там возникло другое Когда настоящие корейцы появились Работа по прикладной технике Это одно Спортивная, это другая А фольклорно-этнографическая Это третья сторона медали И вот тут возникла эта тема Скобаря и стали появляться видео Кто-то снимал Потом появился интернет, стали выкладывать Но поскольку она достаточно объемная, как видите Вот, скажем, возрождение стеношного боя Вот здесь, кстати, здесь, на территории Политеха Мы провели первый фестиваль Тех, кто интересовался этим, привлекли их Это было в 91-м году В этом году мы уже 26-й провели фестиваль фольклорный Вот, на первом фестивале мы впервые После 1917 года провели стеношный бой Потому что не разрешалось Вот сейчас во многих городах проводят Так, хлопцы, давайте покрутим веревочку Кто там, говорите, офицеры разведки Давайте поучаствуйте с нами Вот мы показываем традиционные вещи Которые, в общем-то, известны Они не секретные Не надо там подписку о неразглашении давать Вот Довольно много упражнений делается на скопиалке Кстати, вот у казачков такая забава Но сейчас у меня нет с собой фруктов Брали овощи, фрукты, кидали и шашками на лету Ну, друг друг кидают Шашками на лету рубят Покувыркаемся пока Возьмите их в режиме автоматов И в режиме шашек прокувыркаемся с оружием Вот очень важно, когда кувыркаешься Чтобы грамотно работать Потому что есть две проблемы Это уткнуть в песок ствол Что недопустимо Что наши десантники постоянно делали Когда я их тренировал И выстрелить Потому что от кувырка неграмотного Оружие иногда стреляет Если его неправильно с ним обращаться Вот я сразу замечу, Женя Вот когда видишь русский стиль Вот так вот руки разворачивают Это уже не наше Это вот это вот все Вот это вот все Это Япония Субтитры подогнал «Симон» В практике В практическом действии Когда по вам начнут реально стрелять Я не вижу целесообразного Ни одного упражнения Давайте то, что работает Покажите то, что работает Друзья, у нас минутка полезной рекламы Национальная одежда Это, конечно, прикольно Но если вы вдруг Занимаетесь видами единоборств Где не подходят Папахи, сапоги, ватники, телогрейки В качестве повседневной спортивной экипировки То хочу вам порекомендовать Магазин экипировок единоборств Сипфайтер Магазин находится в Красноярске Но доставка осуществляется по всей России В частности, я сейчас хочу заказать себе То, чего мне не хватало Очень долгое время Во время, кстати, тренировок У Руслана Акумова Первое Накладки на ноги Защита RDX Давайте вот это В корзину Рашгард Мне нужен какой-нибудь ботанический Желто-зелененького цвета И желательно без рисунка Чтобы туда можно было Нанести спонсорский логотип Марафона Вот, Рашгард Фиксгер 2900 Отлично Компрессионные штаны Блин, ну я же не борец Зачем мне компрессионные штаны? Лосины или кальсоны? Ну ладно, на всякий случай Вы же хотите увидеть выпуски Про борьбу когда-нибудь? Кто-то же хочет Вот, давайте вот такие штанички Компрессионные Шлем Чтобы больше не было рассечений Чтобы я мог спринговать С полосухиным И шорты Вот, у меня Мне обязательно нужны красивые шорты Давайте шорты будут как шлем Тоже хаебусы В этом выпуске Вы еще увидите Как эта вся одежда Ко мне придет И что она из себя будет представлять Одежда, экипировка Сразу хочу сказать Что у Сиквайтера Есть скидка Для подписчика Боевых ботаников 15% Кодовое слово Боевые ботаники И мне и мне Которые Смысл упражнения Не всегда в том Что нужно обязательно прыгать Если есть возможность Стрелять и не прыгать Прыгать не нужно Вы можете прыгать в реальность Когда по вам Очень боевыми патронами стрелять И вы все прижметесь к полу Ну вот понятно Это совершенно другой вопрос Понятное Значит Вот по вами будут стрелять Можно с кого-нибудь попросить Поздалить Естественно Что с мешком Кувыркаться Нет необходимости И даже когда люди делают перекаты А за спиной мешок То они переползают Они перекатываются Вы наверное это знаете Нету смысле Я ухожу И совсем ушел Некоторые элементы Они служат подготовкой Для того чтобы допустим Вести стрельбу А некоторые наоборот Стрельба Она является каким-то Отвлекающим фактором Чтобы научить человека Правильно кувыркаться А это понадобится Совсем в другой ситуации Вот мы выполнили подсечку Он упал на асфальте Он просто правильно укатится Сгруппироваться Не поломаться А вовсе не надо ставить задачу Что я сейчас буду кувыркаться И стрелять Опять получается фейк какой-то Понятно Фейк и получается Потому что Если мы берем реальность Если мы говорим о каробатике Это другое Так мы сейчас занимаемся Акробатикой Я показываю тот материал Который был Зачем эти палки И моделяция оружия Обязательно это поделось Чтобы руками не упираться При кувырке Чтобы не было соблазна Перейти в эту гимнастику Руки всегда заняты Так а кто будет кувыркаться При бою и столкновении Кто будет кувыркаться Я понимаю На мой взгляд Вы как бы ставите вопросы Где убиться Когда ты упадешь Споткнувшись с оружием Споткнувшись с оружием Есть определенные упражнения С оружием Которые делают Которые кстати сейчас тоже Во многом делают не так Как делали в 40-е годы На 40-е годы Воевать не умели Ну не скажите Вот и все Ну не скажите И бегали вперед Весь вперед Которая нация придет Понимаете? Вова хочет сказать Что когда вы употребляете Слава военно-разведской спецназ Я еще раз подчеркиваю Я даю материал Который выдумал Не он Не он Не я А который давали 70 лет назад В армейской разведке А то что сейчас тренируют По другому По другому Сейчас это как можно Связать с реальностью В практическом действии Где мы можем Выстрелить При В каком-то Например Полете Очень много Чему учили Например Учили стрелять на звук В темноте Послушайте Можно я скажу Пожалуйста Я не хочу Прямо другого перекрикивать Я просто хочу сказать одно Что в практике В практическом действии Когда полам начнут Реально стрелять Я не вижу целесообразного Ни одного упражнения Который бы фактически Сейчас секундочку Скажите Который можно было применить Вот это Не знаю Палка Которую вы Держите как автомат Или Пистолет И вот эти кувырки Для чего Вопрос Для чего Где Это вопрос не к нам Для чего Он профессионал по практике Он сейчас Два года Вел тренировки Непосредственно Передовой Для людей Которые В Донбассе Ну в Донбассе Что там В Донбассе Это не пример Для меня далеко Ну хорошо Давайте не будем Сейчас спорить Донбассе Давайте мы продолжим Наше занятие Давайте то что работает Покажите то что работает Давайте мы продолжим Наше занятие Если вы связываете Соцпесланы У вас есть такие мнения Что это допустим Работает не работает Ну вот вы просто Можете задать эти вопросы Я реально смотрю Участвуйте с нами Я просто достану пистолет И начну стрелять По вашим бойцам И просто посмотрю Как оно реально В самом деле Я никогда Ситуация такая То что Все что здесь происходит Это наработывание Твоего Чтобы ты не боялся Во-первых Упасть на землю А кто боится Тебе с нами Упасть на землю Во-вторых Это наработка Мышечной памяти твоей Когда начинается стрельба У тебя отключается все У тебя начинает Адреналин Ты уже не соображаешь Что теперь Время думать У тебя ни секунды нет Дальше Вот это все Что ты наработал Оно автоматически включается Если не атаки Ты отпрыгиваешь Автоматически уже Как только открываешь Стрельба с пулемета От пулемета Никто не спасется Но если ты ушел С линии атаки Ты уже себя спас Человеку еще надо Знаешь, что тебя поймать Да ты не можешь Если ты ушел То ты ушел Ты простая мишень Да ты простая Ты движущая Простая мишень Такая же мертвая Есть просто упражнение Лечь Прогнем Традиция Традиция Да Может быть Давайте мы показываем То что Сохранилось Как подлежда Вы вот Как в своей области Специалисты Ваше право Вот это взять Это вот проигнорировать У меня сразу пока Такой фундаментальный вопрос Вот все так называемые Русские стили Очень многие считают Откровенным там Шарлатанством И мракобесием Почему? Ну знаете У нас ко многому Относятся так Вот представьте Нет Это другая традиция Ну опять же Если вы в историю Погрузитесь Там на 100 лет назад Там была жесткая конкуренция Между французским боксом И английским Сначала внушали Что английский бокс Это полное шарлатанство Там не работают Ногами Там локтями И коленями Это ерунда Надо изучать только французский Так было в Петербурге сначала Еще в 19 веке В конце А потом все таки Картинка поменялась Так и тут Вот например Вот если говорить О традиционной культуре То кто у нас допустим Серьезно занимается Фольклорным пением Да люди смотрят Смотрят допустим По телевизору Или в интернете Видят какую-то бабкину ансамбль Это в общем-то Какая-то клюква Не имеющая отношения к традиции И как разобраться Где фейк клюква А где настоящая клюква А всегда И кстати Во всех системах Единоборствах Это присутствует 90% Это всегда пена Значит Вот чем бы вы не занимались Вот вы кем-то наверное занимаетесь И вы в своей области Наверное знаете Что это тут мастер А это вот тоже Фейк какой-то Да А вы сами Не согласны получается С темой Как вот окрестили Систему скобари Что вот вы Ну я сейчас не против Просто для некоторых Это они смотрят То что кто-то снял Без моего ведома Выложил в интернет У них представление Ну понимаете Одно дело Мы работаем Готовим какой-то Семинар Проводим в спецподразделении Вот там он Ленинградский ГТ я тренировал Там в начале 90-х А другое дело Совершенно разные вещи Показываются В разном аспекте И понятно То что годится Для праздника Прикладного значения Часто не имеет То что на видео Это не то что есть На самом деле То что годится Для спортивного поединка Опять же Оно не работает Прикладном Я вот вам объясню Еще из истории Немножко русского боя Ведь у его столько Стояло несколько людей В том числе Вот Харламбев Которого мой отец Учился Тоже непосредственно Не только Офицеры Армейской разведки Учили Вот например Было создан Спортивный вариант Который не травмирует Он называется Боевой самбо И он в общем-то Сейчас Отчасти сохранился Хотя считаю Что отчасти Потому что Боевой самбо Сейчас привнесены Элементы карате Раньше Раньше их не было И вот он существовал А прокладная рукопашка Для боевых действий Она же под подписку Удавалась В неразглашении Ее даже на показательных Восплении Нельзя было показать Поэтому Возникают Такие Вот мнения Да Вот смотрите Давайте там Поставим Самбиста Против боксера Это на самом деле Неправильный подход Таким образом Нельзя ничего выяснить Что эффективнее Что лучше Ставится сначала задача А для чего мы тренируем Мы делаем Для фольклорного фестиваля Показательное выступление Чтобы там Праздник произошел Какой-то там Масленица Красная горка Или мы Спортивное поведение Готовим Или мы готовим Военных приглотников Но база Она одна Это вот наша Традиционная пластика Наши Наработанные В народной традиции Действия Потому что Когда это Формировалась Рукопашка В период Великой Отечественной войны До нее еще То Там ведь все брали То, что было в народе То есть Каких-то элементов Вот этих Прочих стилей Там Африканских Японских Просто ничего не было Есть мнение Что никаких русских стилей Не может Существовать в принципе Потому что Единоборство Зародились на востоке И все, что к нам пришло Это все То же самбо Это дзюдзюсу И все проще Плюс Какие-то народы сыры И то Считается Что элементы На самом деле Ничего там Не брали Ну да Я о чем-то соглашусь Сами Например Фильм Который снимался Про Харлампеева Он конечно Такой советский Прикрученческий фильм Что якобы Харлампеев Поехал на Памир И вот там Что-то собирает Все было собрано до него Если русские единоборства Были ли они Конечно были В каждого народа Они были И не только Вы говорите На востоке Они были везде В Европе И на западе И где угодно Мы сказали Много пены А где критерии Пена это или нет Или это настоящие русские рукопаши Ну надо Разбираться По Конкретному материалу Вот смотреть Что человек показывает Вот какая у него техника Какая пластика А можно заниматься У вас На прикладной части И не плясать По музыке Да У нас разные У нас Кстати не только Мы этим занимаемся Мы и военно-патриотической Работой занимаемся Работой с современным Оружием Стрельбой Ну говорить Что ничего не было Это тоже смешно Потому что Поедьте На Дон Казакам Скажите Что у них ничего не было Что они шашку В руках не держали Я имею ввиду Может человек прийти Скажет Что я не хочу Надевать Красные сапоги Играть на балалайке Драться Меня просто научить И все Больше ничего не будет Ну может быть Такой вариант Конечно Цакробатика Это очень много Я бы мог еще Показывает 3 часа Всякие упражнения Просто сейчас нет времени Давайте сейчас Перейдем к боевым действиям Для начала присядем Каждый раз Пожалуйста Не забывайте Отрывать ножки От земли 20 раз Присели на скорости Это какая-то Кундалини Кундалини Это Такие Йоги Практика для секса Все не могу Это уже слушать Реально Реально Был бы сейчас Фанат Наш Инструктора Тимур Он вообще Будь их расстрелял И всех навесить Я скажу Про Кочергина Я ему приеду Передам Он мне как раз Убить хотел Писал мне Застрелить Скажу Такой же шут Не умеет Ничего Учит людей Показывает Хрень О том Людей убьют Где-нибудь Ну ребятушки Если вам интересно Вы тогда Либо сами участвуете Либо хотя бы слушайте Я для вас рассказываю Вот я посмотрю Вам какие-то базовые вещи Вот сразу Такие вот Простые вещи Нужно ли прыгать Вот меня спрашивают Вообще Обязательно И прыгать Главным образом Нужно для того Чтобы вообще возникла волна Да Вот это вот источник Потому что если человек Напряженно прыгает То Смысл в прыжке Пропадает А в боевой ситуации Нужно ли прыгать Да нет Это демаскируют Это я к примеру Просто привожу Всегда на любой вопрос А нужно ли кувыркаться Да может быть Не нужно в этой ситуации Вообще Вот лапки Да Мы просто запрыгали Нет Вот боковые локоточки Да вот мы запрыгали Вот Если я В принципе У меня пластика поставлена Определенная И я расслаблен То вот При повороте У меня Автоматически Произойдет Как раньше говорили Локоток Локтем И они постепенно выстраивали Постепенно С ближнего боя Начиная с плеча Начиная с локтя Потом смотрели запястья Основной базовый удар Нужно ли кувыркаться Нужно ли бить кулаком Когда есть Разные Варианты Так сказать Работы Руки Вот Отмашка Отмашка была Если вы посмотрите Старое наставление По рукопашному бою То она там есть Тоже где-то до 33 года Потом убрались Не разрешили Работаем С локотков Начинаем Вот Потом смотрим Запястье Также отрабатывается Отмашечка Отмашечка Идет с локоточка Да С руки идет И возникают Разные связки Которые вот Нужны в групповом бою Допустим там Боковое отмашечка Давайте посмотрим Как он Будет с двумя товарищами Связан Подошло двое Да Уже Дистанции могут быть разные Вот это та вторая фаза боя Ситуационная Которую надо Замаскировать Так Деньги Ключи Документы Пожалуйста Это сейчас я Сработал Переход локтя На На запястье Такой Вариантик показал Пожалуйста Я Сюда Иду Так А сюда Были определенные методики Например Один удар Можно Снизу Поставьте Так А Один удар Можно было повторить Если он хорошо Замаскирован То Дважды Он еще может Сработать Хотя Не факт Что-то нужно Второй удар Может быть другой Какой-то иной Но он может А третий удар Рекомендовали Менять уже В обязательном порядке Поэтому Может возникнуть ситуация Какая-то Какая-то ситуация Когда Меняется Картинка Она может состоять Из каких-то других ударов Вот прямой Локоточком Да Тут прямой Тут прямой Тут нога Вот это одна из Основных форм Одна из фишек Потому что Не отработав Эту институционную Вторую фазу боя Напоминаю В круг выходить В общем-то Незачем Боксер заходит в круг Встал там Что делать Непонятно А у меня вопрос А вот есть Какие-то определенные Критерии Чтобы посмотреть Как человек дерет Сказать Вот он Обладает Этой Да Очень многие вещи Характерны Например За 100 метров Издалека Видно Как люди Дерутся Ногами Идет Идет Нога Прямая Начина Напряженная В русском В принципе Быть не может Потому что Нога Пластичная Хлесткая Вы увидите Сначала Пошел в таз Вылетит Коленка На пленке Что в какой-то момент Коленочка Под острым углом У тех Кто занимается Скорота Такого И не увидите То же самое С оружием Потому что В принципе Оружие холодное Скажем Движется Примерно одинаково По закону физики Там У китайцев И у казаков Тех же Но практические Выполнения Они отличаются Есть много Технических Приемов Довольно сложных Которые Принципиально Отличаются Потому что То что попала Спортивная самба Те болевые Там Освобождения Захваты Они во многом Повторяются И в дзюдо Мы видим И поэтому Можно сказать Смотрите Вот тут одинаково Тут одинаково Но это действительно Есть объективные вещи То что Все мы люди Две руки Две ноги И через бедро Бросают Почти одинаково Хотя Замечу Почти Эти Боевые Прикладные Варианты Вообще В спортивных Состязаниях И применять Нельзя Соответственно Получается Значит Что А ваши Вы выступали На каких-то Спортивных Состязаниях Ну Да Мы проводили Турниры Даже Открытые Проводили Иногда Участвовали В них Но Они могут Например Войти По АРБ Выступить А есть Такие случаи Вот Да У нас ряд лет Проводили И мы сами Проводили Но я Не уделял Потяк И армейские Ну Армейские Мы с ним Не сильно Пересекались Были Некоторые Клубы Которые С нами Сотрудничали Я В основном Их привлекал К стеночным Боям Но и в турнирах Тоже Они участвовали По кикбоксингу Ребята Там По армейскому Боям Кстати Многое И то Что делали В армейской Разведке Оно Не сохранилось Оно Не все Исчезло Вот Я подчеркиваю Многое Осталось В РБ Кое-что Осталось В боевом Самбо Я Приглашали Меня Сначала Отца Когда-то Приглашали Там В 80-е Годы В 90-е Потом Как-то После 90-х Так Закрутилось Люди Поменялись Я уже В 2000-е Почти не ездил Но был В некоторых Заведениях Например Проводил Семинары В начале Еще 90-х В ГРУ В Печорах Там Подразделения Потом Правда Когда НАТО Надавило Эстония Стала Страной НАТО Их там Убрали Из Печор Вот Я тогда С ними Занимался Тогда Еще Кое-что Оставалось Из этих Материалов И В Псковской Десантной Дивизии Там Работал С разведутой Несколько раз Приглашали Приезжал Туда Если Эта система Эффективна Универсальна Если Ее Изучают В силовых Структурах Продвинутых Включая Военную Разведку Почему Она Загна Вот Какие-то Подвалы Почему Ее нет В каждом Дорогом Зале Почему Ведь На самом деле По-моему Очевидно Что Если Что-то Неэффективно Оно Куда-то Уходит В сторону Значит Это Неэффективно Ну Это Современное Такое Буржуазное Общество Которое Строится На Принципе Успешности А ведь Успешно То Что Красиво Рекламируется И продается Вот Мой отец Никогда Не выступал Нигде Всегда Был Очень Скромным 25 лет Честно Соблюдал Подписку Неразглашения Тренировал Потом Вот А вот Многие Коллеги Там Зная Гораздо Меньше В этой Области Везде Там В интернет Зайдешь Реклама Продается То Что Продагается Я имею Даже Сейчас Не Школа Грунтов Вообще Русский Рукопаш Но Это Сейчас Прямо Будем Видеть Маргинальные Занятия Тайские Ну Смотрите Не хотел Никого Критиковать Но Их Много Было Стилей Вот То Что Было В Армейской Системе Вот Оте Застал То Что Было В Предлагается Система Каточникова И ее варианты А если вам интересно Попробуйте Что-то сделать Тоже Я так У меня так Не получится У меня так Вряд ли получится Нет На самом деле Правда Даже хороший Боксер Приходит Его надо Учить Я вот Когда Самой Нам работал У них группа Захвата 70 Три цели Были Их надо Поразить Вот Да Альтернатива Вот Есть три цели Чтобы сделал Ты Вот так У тебя Не получится Надо Уложиться В полсекунды А может быть Варианты Сорвуши А так А с кем Я буду драться С тремя На улице Я на улице Не дерусь Я не дерусь Ничего себе Лупите Молодежь Как выяснили Побеждает Подушки Рвец Пока еще Базар был Вот тот Молодец Тот не дерется Хорошо Я разве дерусь Вы просили фишки Мы показываем Фишки Понятно Можно я подержу Вот эту Вот так Условно говоря Удар в пах На уровне паха Держите И подальше У вас практикуется В пах Это мы говорим Приклопной текущей Ну поближе Встаньтесь Могут быть Разные удары Могут быть удары Которые идут Отсюда Прямые И так далее И так далее Может быть Ты чёшь Куда Ой Держите Ровненько Ну я так Тихонечко Полсил Давай с отмашечкой Поработаем Вот с отмашечкой Вот кстати Классическая восьмерка Из кулачного боя Взято Так и называется Восьмерка Нет нет Подбоковой И без неё В общем-то В кругу Так В общем-то Мало что делать Вот предположим У меня боксер Там боковой умею делать А дальше что А сзади человечек Да А мне нужно отмашечку Да Или Наоборот Я работаю Отмашечка может быть Скоросткой дистанции Выполнена Вот она Логоточком вышла Вот нога Вот я говорю Характерно Когда смотришь Там РБ Не РБ Там Современные Вот Если мы Работаем Вот ногой Напряжённой То это видно Издалека Как она идёт Да И очень важный момент Какой А что делает таз Он в момент удара Встал Или он движется Вот Они учили так Что вот Важная Волна В позвоночнике Да Она разгоняет таз И таз Имеет максимальную скорость В момент контакта Таз Пошёл Вот она Маятниковая система Да А руки Всегда болтаются Внизу Вы не понимаете Руки Надо Подымать Когда начинается Поединок Мы превращаемся В боксера Вот Вот ситуация Мы сидим На лавочке Человек подошёл И я сел Опять Я сижу Пью кофе Сидим И общаемся И тут Подходит человек И говорит Подходит человек И назначает счёт И говорит Ну в ударе А счёт Такой фантастический Вот 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 Смотрите Немножечко Скорую хитрость Да Как вставать Если мы становимся Сначала так Раз Как мы обычно становимся Одно действие Два И пошёл таз Это уже три А можно Сразу кину Сразу тазиком И человека нету Так Кинь тазик То есть нужна волна Вставание Да Это к примеру Как ставить волну Потому что многие читали Многие слышали Пишут Волна Маятник Русский стиль А поставить-то Не могут Иногда на самом деле Вот эти связки Делаются Даже не для того Чтобы вот конкретно Вот там Три нокаута сделать А придумана эта связка Там или кувырок Или что-то ещё Для того Чтобы технику поставить Техника ситуативная Это конструктор Да Их не так много Их несколько десятков Таких накатанных наборов Которые люди в жизни Обкатали Крафмага Крафмага Это испорченный Русский стиль Наши офицеры Бывшие уехали туда Я с ними общался А это неправда Это неправда Это одна из версий Я знаю Ну по крайней мере Те вот Кто приезжал Проводил Семинар Про Крафмагей Это есть легенда Что это советские Самбисты Эмигрировшие Основные Это не правда Так вот Он проводил Здесь семинар Один из таких дедушек Лет 7-8 назад Пригласили меня Как почётного гостя Я с ним пообщался Вот Я смотрю Некоторые вещи Просто наши Кое-как переделанные Кое-как Что-то там Опустился Да Вопрос Мы сидим на лавке Где на улице сидим Или человек подходит В ресторане кушаем Что вы В ресторане Берёмся Упражнение Ну вы юмора не понимаете Упражнение В ресторане на лавке Да вы посмотрите на меня Я потомшен Питерский интеллигент В пятом поколении А говорят Скабарь-скабарь В каждом виде единоборств Есть какие-то свои коронки В боксе Там работа руками Самбан Например Болевые на ноги В тайском боксе Локти-колени У русского Рукопашного боя В чём его фишка Ну фишка Всё Значит Во-первых Я бы не противопоставлял Потому что Всё что бокс делает И мы делаем То есть Любой ваш ученик Выйдет завтра На ринг против боксера И будет То же самое Мы делаем Значит Если вы посмотрите Правила по боксу Чего нельзя Локтём Открытой перчаткой Там На отмышке Нельзя Отмашку запретили Слушай Ну это на самом деле У нас уже было Передача Когда приходят Представить Какие традиционные футы Говорят Ну у нас как в боксе Потом показывают Такое Что боксеры Вот так вот делают Как боксер Но это не бокс Вы сейчас говорите Что у нас То же самое Что боксер Ещё раз Три вопрос То есть Любой ученик Выйдет против боксера И будет На равных с небес Правом боксе Ну если По их правилам То у нас же По их правилам Тогда работать Они могут Уработать В принципе Да Но понимаете В участие В открытых рингах Ваш ученик Нет 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 У меня Во-первых Не так много Учеников Тогда Откуда Основания Утверждать Что они Будут на равных Работать Ну что Были примеры Такие Не то что В каких-то Чемпионатах мира Но так Проводились встречи Ну понимаете Какая штука Опять же Задача Что мы хотим Если человек Чисто занимается Хочет выступать По боксу Он должен Сто процентов Тренировки Отдавать Времени Спаррингу Специальным упражнениям И так далее Он занимается Именно этими Довыми-тоими Приёмами Оттачивает И всё Если мы Горим об универсальной Подготовке Например Даже В том ММА И пусть выступает Это там Много вопросов Других Применение Оружия Защита От оружия На это Уходит Много времени Вы сказали Есть прикладная Составляющая Фольклорная И спортивная Вот Спортивная Составляющая Где соревнования Какие Ну Так вот Специальная Спортивная Составляющая Мы Внимание Уделяем Мало Я этому Не стремлюсь Из моих Учеников Кто-то Да Даже Кто-то Из учеников Моего отца Был Баранов У нас Витя Он Потом После того Как 20 Отвенировался Он пошел Вольную Борьбу И был Чемпионом СССР И Европы По вольной Борьбе В 80-е годы Мой Ровесник В общем Есть Ученики Учеников И мои Ученики Я когда У отца Учился Он Нас Специально Борьбе Не учил Но Борьба Входила Обычная Борьба Можно Сказать Что Самбо Хотя Не совсем По правилам Самбо Когда я учился В институте Нам надо было Чтобы зачетку Получить По физкультуре В какую-то секцию Записаться Я записался В самбо Я пришел Мне сказали У тебя там Какой развед Третий Второй Я не знаю Давайте бороться Давайте бороться Стал бороться На равных С мастерами Самбо боролся Ну я помоложе был Тогда Они говорят Ну как тут так Вот Ну так вот Отец Учил Вот Таких лет Поэтому У нас были Ребят Которые работали По самбо По воевому Самбо Как минимум Но На чемпионат Невековое желание Не было Никогда Я вам Любой Смазан Напишет Комментарий Что если вы видите Что работал На уровне Мастера Так выполните Мастера Потом видите Что вы на уровне Мастера Так на уровне Можно Я на уровне Там Нет Для этого Надо было Бросить Свои дела Дела Свои бросить Да Заниматься Этим делом Да Непосредственно Занимался Участвовать В соревнованиях У меня Будут другие Дела Я В чем Особенности Преимущества Школы Грунтовского Ну я Не занимался Сам рекламой Повторю Отец Мы вообще Всегда Очень скромно Никогда Я не в преимуществах Вот еще Чак интересно Он приходит Вот может Прийти Боксер Или кто-то Еще Других Он приходит Он для себя Что-то Находит Потому что Даже Один раз Был Случай Такой Даже Не один раз Повторялся Пригласили Меня На Каменный Остров Там Олипийское И там Был семинар Для Тренеров По самбо Они По боевому Самбо Тренеры Тренеры Тоже КНС Мастера Проведите Пару занятий Я провел Я причем Ничего Такого Секретного Не показывал А то Что было В том же Самом Боевом Самбо Но тогда 40-е годы И люди Многие вещи Первый раз Вообще Видят То есть Это не фишки А просто Хорошо забытая Старая Да С другой стороны Когда возникают Такие Всякие Псевдоязыческие И прочее Там Вот Десятый век Там Есть такие Или там Двенадцать Это я вот Не понимаю Откуда это берется Не-не Фишки Ваша школа В чем Коронка В чем Главное Преимущество Чему у вас Уделяется Наибольшее Внимание Я стараюсь Сохранить Традицию То есть Вот С одной Стороны Мы занимаемся Как бы Фольклором Да Но Вот Основная Подготовка Базовая Подготовка Она Идет По программе Фактически Армейской Разведки Ну что Это удары Броски Удержания Удары 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 В бокс Вы проиграете В ударах Руками А в чем Вы выиграете Ну я не знаю Проиграем Не проиграем Вопрос Открыт Для того Чтобы сравнивать Понятие Нужно провести Системное исследование Во-первых Не только в поединках Оно заключается Вот если Сегодня время хватит Мы можем попробовать Слушайте Ну почему Стена следования Кажется Чем он занимается Он всегда скажет Что мои преимущества Там такие-то Такие-то Преимущества Там Канала Боуботани Перед другими Преимущества Там Яна Перед другими Девушками Мы же должны назвать Преимущества Коротко В основном Это ударная работа В основном Руки и ноги Руки и ноги Кстати Круговой бой Он был Среди методик Применяли Стеночный бой Стенка на стену Тоже специфичный Просто так вот Собрать боксеров Это будет неправильно Там надо их Готовить Круговой бой Это показательная штука Или прикладная Она может быть И в таком обрядовом Показательном виде Перед этим Вашей группе В сообществе Вконтакте Это видео Суговым боем Но оно Мягко скажем Достаточно забавное Такая музыка Улыбающиеся люди Кто-то бегает Назад ногой Не глядя Вообще Так вот Размахивает руками Боксерских причастных Выглядит Это очень странно Это значит С одной стороны Это показательная Действие Для того Чтобы безопасно Никого не покалечив Людей научить Определенным связкам Потому что там Нужны такие связки Которые в поединке В принципе Не отрабатывать В групповом бою Потом Реальный групповой бой Он не обязательно в кругу Он может быть так Противник с разных сторон По разному поверняться И в кругу Это одна из методик Она вот такая Может быть Показательная Для того Чтобы безопасно Научить человека Этим связкам Потом она может быть Более жестко выполняться Для того чтобы Что-то сделать реально Андрей Вадимович Скажите Это в жизни Применим Самокру Как на видео Или на то Применимо Случаются Были примеры Что приходилось Применять людям И моему отцу И мне Отчасти И моим ученикам Вам не кажется Что такие видео С небоевым применением Они служат Мощнейшей антирекламой Наверное Наверное Как и другие товарищи Выходят С этими Бесконтактами Там шоу Тоже я считаю Что эти рекламы Ну источники Первые Значит Во-первых Отец В детстве Провел в деревне Он сам участвовал В этих стеночных боях И застал Это Когда ходили Стенка на стенке Там 300 на 300 человек Кстати в интернете Можно некоторые Наши праздники Там найти Но у нас может Не 300 на 300 Поменьше Там собирали Готовы? Сюда тут снимаем Присаживай И к сожалению Там приходило Не то что к сожалению Но де-факто Приходили ребята Бойцовских клубов Там Кикбоксинг РБ Вот Они не совсем Стенки Они все время Рассыпаются Они не могут Стенками Как их не учишь Как источники Есть какие-то Докторские Значит Ну вот книги мои Я сейчас могу Прихватил Некоторые из изданий Это Это Ваши книги Да Здесь есть Библиография Библиография В том числе По этой библиографии Мои коллеги Друзья В разных городах В Москве Твери И так далее И так далее Защищено Несколько Кандидатских И докторских Диссертаций Я опять же Я не сторонник Этого Защититься Получить Мастера спорта Кандидат Доктор Я этого не делал Практические методики Их нельзя По книжке Восстаздать Она может Только представление Дать Заинтересовать Может это все Красивая легенда Что так было Когда-то Декан назад Ну придумали Это в 20-20 годах И все В чем подтверждение Того что это было Когда-то На Руси Нет Но описаний Очень много Вот этому Посвящена книга Как раз Исследованием Есть описания Там приводятся Фрагменты Этих описаний Из текстов 19-го 18-го 18-го Веков И так далее Как там В 10-м веке Был Я уж не скажу Но в принципе Вот занимаясь Этнографией Фольклором Профессионально Много лет Я знаю Что такое традиция Допустим Если танцевали так Вот они Если поют Вот так поется Примерно так Она пелась Можно экстраполировать В древности Примерно Вам саму Что больше интересно Фольклорная традиция Или прикладная Составляющая рукопаш Знаете я одинаково Уделял внимания Это мы за углом Открываем все тайны И даже не прошло От вас 25 лет Подписки Значит опять же Если понять Что сейчас мы Смотрим упражнения Да Которые методически Выстроены В определенном За определенные задачи Это одно Если говорить О тут работает А тут не работает Ну давайте так не будем Техника защиты Называлась у них Наматывание Это работа Так называем Пропеллер упражнений Я пытаюсь работать Причем работаю Может быть и вслепую И вот работаю В разные стороны Вот Очень маленькое Такое простое Казалось бы Упражнение Но в нем Много заложено Интересного Что тут заложено Во-первых Маятник заложен Пластика Контакта С рукой Я его Одной ручкой Беру И двумя По всякому Управляю Вот И так далее Отсюда Мы переходим В первой стадии Они разделяли ножик На три стадии Первая стадия Подготовки Это Работа Когда оружие касается Это может быть Пистолет Автомат Здесь речь идет О наматывании Вот Да То есть Сама техника А в этот момент Не порежут Ножом? Вот этому учатся Ножик ставят Очень верное правило Которые давали разведчики Никогда от ствола От лезвия не уходить Я работаю в ближнем Бою Я наматываю Рожие Учусь этому наматыванию Обязательно делаю маятник Что очень многие не делают Пытаются повторять Мою технику Или моего отца Или еще чью-то Вроде намотали А маятника нет Просто намотать Недостаточно Он тебя изрешетит Очень важно Что я к человеку подошел Потом они смотрят Вторую дистанцию Когда человек поражает На близком расстоянии Возникают ситуации С работой в ближнем бою С ножом Тоже разные формы наматываю Снаружи, внутри Там их много А если письмо Справедливое замечание Ножом пишут Режут Блоки ставят человек Режутся Вены Сухожилия И возникает вопрос А вообще не работает ничего Вообще ничего не работает Можно? Да Вообще ничего не работает Потому что такие блоки Это да Деньги пастор Ну Что Понятно Что при неожиданном действии В ночь Развести Вот вы знаете Я вам даже покажу Речь не будет подходит Я Вы подпущу Человека так близко Подпущу Да Ну зачем сейчас так Агрессивно Зачем Я не агрессивно Вот Я вам показываю Я вам пробил пах Ну я же не ударил вас Давайте настоящий нож возьму А? Давайте настоящий нож возьму Разве это нож? Вот это нож Зачем? Мне нужно Нет Ну а все Вот так подойдите ко мне Нет Я сейчас не буду С настоящим ножом Я работать не буду Настоящим ножом Я работать не буду Это неэтично Я вам показываю Те упражнения Которые давали А я говорю Что это не работает Вы взяли Люди учите Вы учите умирать Ну а зачем вы пугаете Человека ножом Ну такой большой нож Ну что Я спрятал Я буду работать на упреждение Мне говорят просто о реальности Вам говорят о реальности Вы взяли Люди учите Нет Хорошо Ну а что вы Что вы предлагаете Я предлагаю Это не учить Хорошо Значит Ну вы не хотите Ну я действительно не понимаю Не хотите Смотри Вот то что сейчас пока Вот когда человек реально работает ножом Ты ко мне сам придешь Тебе может в голову целиться И все А говорите Ногу подрежут А вот это все Бахванский удар Вот человек Так вы сейчас что показываете Вы сейчас вот это показываете Да Почему А кто это поставил Так я спрашиваю Кто это поставил Вот если ты умеешь ножом работать Ты понимаешь Что вот это твоя единственная надежда На выжить А вот это ты зачем показываешь Сколько угодно ситуации Сколько угодно ситуации К нам подошли Даже в стенки Прислонения Прижали Не надо пожалуйста Не убивайте Да Вот о чем речь то Я не знаю Я отдам все И все И пойду с миром Я не буду вот этим заниматься Может быть Если меня вот так поставят Я вот так достану Скажу Слушай друг Возьми Вот ноги Может быть вы правильно поступите Я не спорю Если захотят Вот можете Я знаете Вот что скажу Одного Нам инструктор Привет Инструкторам Если вас захотят убить Вас убьют Никто к вам не будет подходить Извините Добрый вечер Не могли бы вы Поблиться Еще разочек Вы меня не услышали Вы меня не услышали Еще разочек Вы просили показать методику Я стал показывать последовательно Как готовили Вот на такой дистанции На такой На такой Помер А зачем готовить Для чего Подходить Человеку с ножом Если захочет убить Он подойдет сзади И зарежет Хорошо Вы считаете Что вам они не нужны Значит не изучайте Я же не навязываю Вы просили Просили показать Для чего это Просто мифы у людей Люди просто Просто люди Извините пожалуйста Вот я просто когда смотрю Подобные вот такие видео Там у Кучергина Салют Да Подобные вот эти вещи Как учат сотрудников Там заходить в помещение Вот это дурацкое Держание автомата Вот я когда на это смотрю Вот мне реально смешно Ну хорошо И вот когда люди учат Подобные вещи Такие же люди Подобные вам Смотрят эти передачи И потом говорят Ой я повторю Правильно Алексей сказал Научите их умирать Их воткнули Он там вот это Начнет исполнять Его продыряют Где-то еще А потом Это на вас будет Что вы так научили Вы так учили У вас ответственность Перед людьми Ваша Давайте я объясню Да Давайте сейчас не буду Дискутировать Вы попросили Я показываю то что было У них большой был опыт Этих людей Поверьте Во-первых Если вам Вы считаете Что это не нужно Этнография рассматривала Или вы говорите О прикладной части Прикладной части Я знаю что Вы недавно ездили в Псков И кого-то сейчас научили То есть это не только история Это сейчас реально такому учат А ребята говорят что сейчас Я сужил Апсковер Понятно Я не видел Ну вы не видели Я во второй бригаде В 3-2-е отмотра Я сейчас остановлюсь Слушайте дорогие мои Я вас всех олюблю Но посыл Ты останешься живой Вань Вань Значит давайте Вы спросили нас Чем мы занимаемся Значит Или вы пришли нам доказать Что мы тут Никто ничего доказывает Мы просим послушать А вам не интересно Не так вот полсекундно Подойти сразу Боем ножом А вот подумать Немножко уделить время Что-то попытаться понять И разобраться А где там истина Где там нет истины Это наверное чистый мой подход Прагматичный Я не буду заниматься тем Чем заниматься не нужно Не хотите Просто мало времени И усилий Я недостаточно Абсолютно правильно сказал Что если у него нет уверенности Какой-то Что он сможет это сделать Он просто отдаст там деньги И так далее Да я не буду экспериментировать Конечно Он прав Поверьте Поверьте Есть практический опыт Опыт И в том числе Очень положительный Давайте так Вы сейчас не об этом Ребята Воскресо мнение Сдайте ли там Воскресо в комментариях Давайте дальше пойдем Да Давайте сейчас Не будем значит Вот так пугаться Я сейчас автомат даст Я пистолет даст Возможно Возможно В 40-х годах В Великой Отечественной войне Первой войне Ножи использовали В разведке Как что там Втихаря кого-то Ну да Не инвекционные Привали Но сейчас это не нужно Сейчас нож в спецназе Это атовизм Это Слушайте Если сотрудник Достает нож Это у него должно быть Неисправно Автоматическое оружие Он переходит на короткий ствол Написает У него ломается Так называемый Короткий ствол Это надо быть Либо он идиот полный Чтобы он потом уже достал нож Наборчик Прекрасный зеленый Рашгард Пока еще без надписи Марафон Бет Шортики Мне больше нравится Шорты Ну и кальсончики Самое главное Шлем И ваши уши и брови Будут надежно защищены Ну и защита на ноги При заказе любой Экипировки в Степфайтере Напишите Боевые ботаники Вы получите скидку 15% Покупай в Сибири Ссылка на магазин Степфайтер В описании Этого видео На ютубе И в описании Этого видео Вконтакте Тоже Я сразу же объясняю Что это поединок учебный Он не полноконтактный В этом нет В этом нет Никакой надобности Калечные товарищи Травмы-то не будет Сапогами бьют друг друга Естественно Они работают сейчас Очень условно Потому что Сапог и все прочее Попробуй Побоксируешь Но он еще сапогом пойдет Придется его просто убивать Кстати подчеркну До 30-х годов Отмашки были во всех наставлениях Порокопашного боя РКК Желательно сапогами Меня не бить Да нет Сапогами меня вообще не бить Вы поймите Почему это в боевое самбо Не могло попасть Такие вещи Потому что вы бьете Все в пах Я смотрю Да в пах Не только И ребрышки И копчик там будет И будет тычок Ну не надо сейчас Нет Я не бью Я просто показываю Что тычок будет Даже в сапоге Он будет неприятный Потихонечку Только сапогами Большая просьба не бить В пах Да в пах Там просто покидай Там позащищаюсь Игровой вариант Да Да А на руках Да Давай Ну ты бьешь Достаточно не сильно Но давай Ну хорош Ладно ребят Давайте в кругу поработаем А то вы начинаете Жестко Ну вот Договорились не бороться А сам браз знает Стоп Стоп Спокойно Ну стоп Зачем заводить Стоп Стоп Не бросать Не бросать Давайте пока Случилось Да все нормально Ну нормально Не надо заводить Просто лупит Я ему даю работать Ну и вы А он бьет Если я фактически Начну бить Просто я тебя уроню И все Понимаешь Ничего страшного Нос нормально Ну все Поехали У меня улица В пьяном виде пойдет В пьяном угаре Пойдет Ладно Сейчас оставим Без комментариев Поехали Кружочек Это методика Подготовки К групповому бою Основной Практической работы Подготовки Это групповая работа По лапам и мешкам Проводили И в разведке Тогда В те времена Но конечно Без музыкального Сопровождения Ну давайте Кто-нибудь еще Ну хорош Вот Надо заметить Что опять же Кто-нибудь воспримет Это как практическое руководство На самом деле И в круг попадать не надо А если попал Из него надо выходить Вот И стоять там не нужно В действительности Но эта методика Позволяет Наработать Вот те самые связки О которых Мы так как раз Успели сегодня Побеседовать А против шашки Что делать Сейчас шашка Не воюет Все приходилось Отцу моему Приходилось Саперной лопаткой Сейчас Сейчас 21 век Сейчас не воюет Сейчас не воюет С шашками Все бывает Вернитесь Проснитесь Я одно могу сказать С учетом того Что сейчас происходит Здесь С учетом всех участников В их настроении Равнодушных Сегодня здесь нет Это точно Я призываю вас Дорогие зрители Делиться своим мнением В комментариях Что вы думаете По поводу увиденного Интересно Вам не интересно Имеет это прикладное значение Или это просто чисто фэнтези Как например Считает там Володя с Алексеем Пишите в комментариях Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Боеботаники А кому интересно Приходите заниматься В школу Грунтовского Ссылки Мы как обычно Оставим в описании Этого видео Делитесь этим видео С друзьями Подписывайтесь на наш инстаграм Всем спасибо Всем пока Андрей Вадимович Спасибо большое Всего доброго Если вы любите Единоборство И боевое искусство Подпишитесь на канал Чтобы не пропустить Очередных выпусков Советую вам Посмотреть и другие Наши видео В описании Этого ролика На ютуб Вы найдете Лучшие плейлисты По разным темам И другие полезные ссылки А эксклюзивные кадры С новых съемок И закулисная жизнь Боевых ботаников Только в нашем инстаграме